В предыдущей серии Вы пожалеете, что проиграли этот конкурс? Шеф Рамзи предлагает проявить фантазию в приготовлении королевского краба. Какой большой! Красная команда доверила Андреа представлять её оголубая Бену. Но шеф Рамзи был недоволен Андреа. Ты думаешь, клиенты будут возиться с этим? И Беном тоже. Здесь два жалких кусочка, я разочарован. А вот блюда Пола и Дэнни ему понравились. Почему вы не выбрали эти блюда? Это было решение команды. Дэнни принёс победу голубой команде. Впервые команды предлагают свои собственные меню. Я предложила картошку. Она всегда получается очень вкусной. Кэрол и Бен были в восторге от своих предложений. Пом фон дан. Это блюдо из классической французской кухни. А их товарищей нет. Я бы это не заказал. За ужином. Я сделаю заказ из красной кухни. Джованни не сразу справился с закусками. Оно безвкусно. Его нужно как следует приправить. Картошка Кэрол парализовала работу красной кухни. Сколько её надо готовить? Минут десять. Минут десять? Вы посмотрите на этих несчастных, кретины. На голубой кухне. Где пом фон дан? Вот он, шеф. Бен тоже приготовил плохую картошку. Если это пом фон дан, то я папа римский. Роберт сторожался на мясной секции. Роберт, два филе. Один нормальный, второй маленький. Шеф Рамзи обвинил Бена в саботаже своей команды. Кто резал филе? Я, шеф. Ты специально это сделал? Нет, шеф. Чтобы самому выглядеть лучше. Голубая команда проиграла, и Дэнни выбрал одного из двоих. Я выбрал Бена. Шеф Рамзи захотел услышать и другое мнение. Роберт и Бен, подойдите. И шокирующий поворот. Кэрол, сними куртку и уходи из адской кухни. Кэрол была отчислена и распростилась с мечтой стать шеф-поваром ресторана «Баргата» в Атлантик-Сити. Кэрол, Джей, Колин, Джованни, Джи, Уилл, Пола, Бен. Лэйси, Дэнни, Кой, Чарли, Андреа, Сэд, Элей, Роберт. Адская кухня. А сейчас смотрите продолжение «Адской кухни». Я уже готов был снять свою куртку. Когда шеф Рамзи вызвал Кэрол с её тёплого местечка среди победителей, откуда она наблюдала за мной Робертом, я был просто в шоке. Я не хотел бросать тебя на рельсы, но он спросил, почему я лучше. Я считаю, что я лучше всех этих поваров. Я не хочу уходить. У меня здесь нет друзей. Да, они мне и не нужны. Я буду идти по костям, чтобы подняться на вершину, если это будет нужно. Каждый из участников уверен, что он достоин победы. Доброе утро. Доброе утро. Шеф Рамзи начинает этот день с трудных вопросов. Пола? Кто самый слабый в красной команде? Я бы сказала Андреа, шеф. Пола считает меня самой слабой, но это её личное мнение. Мне кажется, им надо сливать Полу, как серую мышь. Ну, там Пола и этот из мужиков, вот этот вот чувак, который сначала был вроде бы найс, а потом попиздеть, что-то у него всё пошло. Предугадывая ваш вопрос, ребята, я ем салат Цезарь. Дэнни. Да, шеф. Кто самый слабый в голубой? Бен, шеф. Ты что, серьёзно? Брось, парень. Бен. Андреа. Подойдите. Свет поган. Я подумал, что сейчас кто-то уйдёт домой. Почему ты должен остаться на адской кухне? Я должен остаться, шеф, потому что мне есть что показать. Как лидер этой команды, как человек ответственный за ресторан Баргата, я ещё не достиг своего пика. Я очень сильный повар, мне нравится здесь, и у меня есть силы. Андреа, почему ты и должна остаться? У меня есть качество лидера, у меня есть талант, у меня ещё есть силы на борьбу. Я никогда не сдаюсь и даже не думаю об этом. Мне не хочется это делать, но... Вы оба. Снимите ваши куртки. Такой впервые, кстати. На, их, наверное, и не уво... Блядь, он фейкует опять. Потому что вы оба финальной шестёрки. Поздравляю. Скотт и Глори, дайте им форму. У меня дрожали коленки, у меня... Ну? У меня дрожали руки, я думала, что я буду первой, кого выгонят из адской кухни совершенно ни за что. Чувак, который написал. Поменяют. Легко читается. Ну чё, прочитал? Давайте сюда все куртки. Шеф, вы меня до смерти напугали. Такие неожиданные повороты... У меня есть три, тебе семнадцать, но мне уже за тридцать, блин. Спасибо ещё раз, Василий. Я тебе очень сильно благодарю. Бывают на этой кухне. Вот так-то, детка. Поздравляю. Спасибо, шеф. Молодец. Снимай куртку. Вы видели? Празднование закончено, и на кухне начинается работа. У вас будет первый персональный конкурс. Что ж, я готов показать, на что я способен. Для победителя я приготовил потрясающий приз. Я возьму его с собой в поездку в самый лучший кулинарный город Америки, Сан-Франциско. Это будет кулинарный тур. Дэнни, ты был там? Нет, шеф. Я должен выиграть этот конкурс. Мне так хочется пообщаться с шефом Рамзи и понять, как он достиг таких высот, и как я могу подняться туда. Сегодня каждый из вас получит набор из четырнадцати одинаковых продуктов. Вы должны лично приготовить одно превосходное блюдо со всеми четырнадцатью ингредиентами. Он это серьёзно? Четырнадцать ингредиентов на тарелке? Это очень трудно. Я должен получить шесть разных блюд, и каждый будет неповторимым. Тридцать минут. Начали. На своём первом личном конкурсе повара должны использовать четырнадцать ингредиентов, в том числе красное вино, пасту, грибы, розмарин и курицу. Вдохновение, вдохновение, вдохновение. Шеф Рамзи хочет посмотреть, насколько творчески они используют эти простые продукты. Работаем! В таких конкурсах надо выложиться полностью. Каждая мелкая ошибка может стать... Знаете, какое я ещё испытание... Какое я ещё испытание придумал? Дать им продукты на вид нормальные. Но немножко их подпортить. Не слишком заметно. Настолько, чтобы мог заметить только профессиональный повар, который заботится о ингредиентах. И посмотреть. Если кто-то не подойдёт и не попросит заменить продукт, потому что он в говне, и начнёт просто готовить, обрезав его там или ещё что-то, дать ему пизды за это. Такое было, но пока то, что мы смотрели, такого не было. Стас Аскет Стайл, блядь, ну типа того. Дэнни сказал, что я самый слабый в команде, и у меня появилось желание проработать. Этот личный конкурс дал мне возможность поджарить их на огне. Ты горишь, Бен? 30 секунд. Ваш первый личный конкурс. Я начинаю отсчёт. Заканчивайте. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Давайте выясним, кто поедет в Сан-Франциско. Андрея, что это? Курица на шпажке с розмарином, с каперсами и томатным соусом. Блядь, звучит как такая простая хуйня. Всё? Да, шеф. Для повара с классическим образованием, как у меня, курица на шпажке, это старая школа. Будем надеяться, что это вкусно. Я знала, что выложить на тарелку блюда на шпажке – это большой риск. Я ещё помню свои серьги из краба. Ты думаешь, клиентам захочется с этим возиться? Сделай себе серьги. Спасибо. Опять. Это вкуснее, чем кажется. Только курицы мало. Джованни, что у тебя? Ну всё, она не поедет уже. Я сделал пасту с томатами и приправил к куриной грудке соусом из белого вина, куриного бульона и грибов. Мне нравится. Контраст между сладкими томатами и соусом очень. Но это лидер в данный момент. Вкусно. Спасибо. Я приготовил хорошее блюдо и надеюсь на победу. Пола, давай. Что это? Это меланжей из грибов, томатов, каперсов и курицы, соус из шерри и трав. Прекрасно, очень вкусно. Роберт, что у тебя? Охотничий рагу из курицы с каперсами. Я поджарил их, так делает моя бабушка. Немного суховато. Нужно было подержать ещё минуту, а потом быстро порезать. Что он у меня нашло? Я заранее порезал курицу, но она всё равно вкусная. Но вкус очень хороший. Спасибо, шеф. Неплохо. Но не настолько хорош, как у того. Дэнни, что это? Я пожарил курицу в духовке с розмарином, порезал грибы, добавил вино с луком-шалотом. Сверху салат, типа бруччата. Вкусно. Спасибо, шеф. Хорошее исполнение, легко есть, очень хорошо. Бен, иди сюда. Все эти блюда были... Знал, что он его похвалит, он ещё ему вопрос такой занял. Задал. А ты был там-то? Вот именно, Дэнни. Ерундой. Что это? Я приготовил грудки и ножки шефа. Для грудки я взял красный лук, свежая орегано, немного томатов и грибов. Всё поджарил, охладил, завернул в кожу. Потом я добавил немного лимона. У Бена есть одна проблема, он слишком много говорит. Это сочетание курицы, красного вина, немного каперсов. Меня это бесит. Где у тебя выключатель? Что касается... Всё, пизда ему. Вообще, он походу бесит Рамзи. Вкусно, всё прекрасно. Что выделяет тебя среди остальных? Ты один решился приготовить ножки. Это самая трудная часть курицы для повара. Я знал, что моё блюдо будет одним из лучших в группе. Мне трудно сделать выбор, потому что уровень вашей индивидуальности оказался очень высок. Это убедило меня... Куриные ножки, блядь. Курица на шпажке. Уровень вашей индивидуальности был невероятно высок. Блядь, там не хватало ещё, знаете чё, варёной курицы. Я творил вам курицу, шеф. Дело в том, что я правильно выбор... Варёная куриная грудка с гречкой, держите, шеф. ...брал шестёрку финалистов. Как мне выбрать победителя из вас? Дэнни, иди сюда. Бен, дай мне своё блюдо. Будем выбирать. Бен, твоя курица такая... Блядь, между Беном и... ...нежная. И вкус внутри просто отличный. Сейчас только два человека могут мне помешать. Дэнни, вкус великолепный. Я выложился на сто процентов и уверен в своём блюде. Трудное решение. Камбэк какой-то. Поздравляю. Бен. Бен, ты победил. Есть. О, боже. Наконец-то Бен добился... Ебать, он камбэкнул, конечно. ...бился успеха. Мне очень нужна была эта победа, чтобы взять этот конкурс за рога и вырвать победу. Бен! Шеф. Поздравляю. Не камбэн... Ой, не камбэк, а камбэн. Ты был в Сан-Франциско? Нет, шеф. У тебя есть 30 секунд. Выбери себе спутника на путешествие в Сан-Франциско. Я возьму Роберта. Роберт. Поехали, старина. Это здорово, я никогда не был в Сан-Франциско. Я ненавижу Бена. Он заимел зуб на меня, потому что я сказал, что он самый слабый из нас. Я считаю, что это я должен был поехать в Сан-Франциско. Мне единственное, чем не нравится Дэнни, в нём есть ли какая-то внутренняя... ...желчь, как будто бы. Он какой-то такой немножко... ...я в нём чувствую немножко нотки крысы, как будто. Проигравшие! Сегодня на адской кухне очень важный день. Сегодня завозят продукты. Когда вы услышите сигнал машины, вы быстро... ...бегите туда и начинайте её разгружать. Да? Да, шеф. А потом... ...сделайте заготовки для вечера. Это понятно? Да, шеф. Бен, поехали! Идём одеваться. Вот это класс! Привет, Изи Уайн Тайм. О боже! Здорово! Тебе повезло, Бен? Тебе понравится Сан-Франциско. Это очень красивый город. Я чувствую себя виноватым. У Дэнни было второе блюдо, я вижу, как он злится на нас. Ребята, я хочу сказать вам, что Роберт прошёл огромное расстояние от того, с чего он начал, до этого дня. Вот почему я выбрал его. Мне бы хотелось, чтобы мы все поехали, правда. Ты расстроен, Дэн? Дэнни, ты злишься? Я разочарован. Ребята, вы не умеете проигрывать. Я не чувствую себя виноватым за то, что я выбрал Роберта. Я не пробовал блюда Дэнни, но его внешний вид меня привёл в восторг. У нас был трудный день. Да. Мы опять на борту самолёта. Это невероятное ощущение. Я не могу сидеть спиной по направлению полёта, меня тошнит. Пилот увидел меня и говорит, рад видеть тебя снова. Все на месте. Ты мог бы взять кого-то одного? Я думал, это будет Дэнни. Да. Видимо, нет. Я не могу объяснить, как я благодарен Бену. Я не влюблён в него, но какие-то чувства к нему у меня есть. Одобряю. Ну, они просто такие охренеть, типа это Сан-Франциско, так что тебе мешало? Ну, слушай, я думаю, тут ещё нюанс играет, потому что он не просто едет в Сан-Франциско, а с Рамзи в рамках передачи. Я надел чёрную куртку, и я понял, что гонка началась. Это важный момент. Маленький грузовичок уже подъезжает к катской кухне. Конвойный грузовичок. Вы даже не представляете. Так что радуйтесь. Самолёт Бена и Роберта взлетел, и первый грузовик прибыл. Доставка жива, ребята, за работу. Доставайте из машины, проверяйте и несите внутрь. Живей, живей. Давайте, не спи. Если ты стараешься всё делать бегом и подгоняешь себя, то ты быстро устаёшь. Я уже стар для этого. У меня нет здоровья. Осторожно, Джим. Это было одно из самых тяжёлых наказаний за время конкурса. Замоза в заднице. Проклятие. Я не виноват. Коробка была порвана. Я много чего разбил сегодня. День, день. Какой чудесный день. Дома такие красивые. Я, шеф Рамзи, Роберт, сели на частный трамвайчик. На улицах Сан-Франциско. Это было чудесно. Посмотрите на эти здания. Какая красота. Вот это класс. Алькатрас? Очень красиво. Очень красивый город. Мы в Сан-Франциско. Прибавьте ещё и то, что мы с шефом Рамзи. Ну что может быть лучше? Сейчас Джованни говорит, я не могу таскать эти коробки. Доставка. Я не побегу. Я не буду бегать, сразу говорю. Джио был такой злой. Я не буду бегать. Какой же он кретин. Бля, пиздец, какой же это токсик. Где Джованни? Вот такой, Дио, плохой токсик. Заткнись. Мы отрабатывали наказание, а Джованни с нами не было. А, ну тогда он мудак. Он просто исчез. У нас был трудный день. Я устал, проголодался. Я без сил. Где ты был? Отстань от меня, Пола. Джованни где-то отсиживался в углу. Меня это просто бесит. Я никогда не видел тебя такой злой, Пола. Если я разозлилась, берегись. Это One Market. Удивительное место. Заходите. Меньше 6 часов осталось спать. Блядь, это вообще говно постоянно. Я уже рассказывал. Сидишь за компьютером, пытаешься урвать лишние части для того, чтобы отдохнуть. Потому что когда лежишь спать, начнется новый день, тебе надо будет делать дела. А потом ты достиживаешь до момента, когда понимаешь, что спать осталось мало. Ты ложишься на кровать, через полчаса тебя накрывает охуеть, и ты понимаешь, что тебе, блядь, оста спать не так много. А ты лежишь на кровати, тебе так хочется спать, и ты не понимаешь, как ты выспишься за это время. И встаешь говно. Они только что получили звезду Мишлен. Вам нравится сидеть прямо на кухне? Да, прекрасно. Нас посадили за столик шеф-повара прямо на кухне. Я понял, что для нас приготовили что-то особенное. Прошу это равиоли со свежими калифорнийскими улитками. Спасибо, шеф. Что скажешь об этом первом и таком необычном блюде? Очень вкусно. Правда? Прекрасно. Да, ребята, это не просто так. Я был среди самых богатых. Сделайте одолжение. Запомните это. И примените на практике на нашей адской кухне. Сегодня было потрясающе. А ты пробовал обузить сон? Типа спать по 15 минут, чтобы обмануть мозг. Только это бывает вредно. Ну, если ты меня спрашиваешь, пробовал ли я вести со своим организмом себя как конченный дегенерат? Нет. Лучшие награды адской кухни и придумать не может. Молодец. Молодец. Спасибо, шеф. Спасибо. Бен и Роберт наслаждаются своей наградой, а на адскую кухню прибыл уже четвертый грузовик. Морепродукты и Санта-Моники. Тяжелое наказание продолжается. 20 карбок-дори, 36 лобстеров, 20 карбок-дори. Что там еще? Гребешки. Это все? Я должен все посмотреть. Я открою коробки, проверю рыбу. Это все наше, кроме этой коробки. Распишись. В любом месте? Да. Они сказали, что привезли 36 коробок лобстеров, а у нас только 34. Двух коробок не хватает. Догони этого парня. Бля, спиздили коробки. Парни, быстро. Он сейчас уедет. Стой. Останови его. Не хватает двух коробок лобстеров. 36. Все на месте. Я только знал, что его наебали. Все 36? Да. Я не могу отдать этот инвойс. Напиши, что не хватало двух коробок. Джио. Что? Все на месте. Все на месте? Да, все в порядке. Я не против наказаний, я не против доставок, но я ужасно измотан. У меня есть отличная идея. Когда придет следующая машина, давайте отдохнем пару минут. Я устал бегать туда-сюда, я слишком стар для этого. Нужно все проверять на месте. Ты первый выбежал как сумасшедший. Он меня раздражает. Иди ты к черту. Я сама знаю, как надо проверять. Его замечание взбесило меня. Я знаю, как нужно принимать продукты. Меня не надо учить тому, как принимать рыбу или что-то другое. Я сама знаю. Как будто, блядь, это трудно. Просто взять накладную, блядь, и посмотреть, сколько тебе привезли. Проверить некоторые коробки на... и все. И поставить на место. Для этого вообще не нужно. Умение. После поездки в Сан-Франциско и прекрасного обеда, Бен и Роберт вернулись. Как дела? Бену не терпится рассказать все детали. Как только мы прилетели, мы прокатились на трамвайчике, потом пошли в ресторан, который недавно получил звезду Мишлен. Это такое классное место. Шампанское. И белое. И красное. Заткнись уже. Никто не хочет тебя слушать. Мы совсем не настроены с тобой разговаривать. Там было так много людей. На пристани была огромная толпа. Ты как будто попал в самую гущу событий. В общем, это было здорово. Замолчи. Съешь свои чипсы, выкури сигарету и проваливай к черту. Сегодня повара проснулись рано, потому что впервые всего одна кухня будет обслуживать весь зал. На конкурсе остались только самые сильные, и сегодня вечером мы должны показать себя. Я рад, что буду работать с тобой, Пола. Ладно. Пола, я посмотрю, из чего ты сделана. Сегодня каждый должен проявить себя лично, и я не боюсь, что кто-то может затмить меня. В добавлении к обычному меню шефа Рамзи, сегодня в него будет включено победное блюдо Бена из курицы. Я задумался о наших секциях. Похоже, у нас не так много времени. Шеф Рамзи не даст нам спуску сегодня. Он все видит. Поэтому сегодня вечером нам нужно как следует постараться. Ребята, постройтесь на минутку, пожалуйста. Ну что ж, это будет наш лучший вечер. Вы должны показать мне, почему каждый из вас достоин того, чтобы оказаться в финальной шестерке. Это понятно? Да, шеф. Лучший способ убедить меня в том, что вы сильные повара, это быть отличным командным игроком. Это понятно? Да, шеф. Хорошо. Идите к своим секциям. Мы начинаем. Жан-Филипп, открывай адскую кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Пожалуйста. Ребята, это первый день черной команды. Давайте постараемся. Спагетти с лобстером. А мне салат цезе. Первый заказ. Удачи всем. Стол номер семь. Одно ризотто, одни гиребешки. Основные блюда – телятина и мясной пирог. Да, шеф. Молодцы, бодро отвечаете. Мы одна команда, и мы должны накормить весь ресторан. Останутся только сильные. Посмотрим, буду ли я среди них. Он открывает и закрывает духовку. Не надо открывать духовку. Через полчаса ты об этом пожалеешь. Хорошо, шеф. Там курица. Один раз открыл, прибавь 30 секунд. Да, шеф. Все заняты делом. Два цезаря, одно спагетти, одни гиребешки. Да, шеф. Где гиребешки? Уже здесь. Роберт! Это полное дерьмо. Ты превратил их в резину. Потрогай. Ты их пережарил. Это мелкие гиребешки. Посмотри на меня. Да. Они готовятся быстрее. Они были маленькими, а сковородка была слишком горячей. Не приноси мне резину. Конечно, шеф. Резиновые гиребешки Роберта затормозили работу. Андре. Я недавно открыл для себя, что спать с закрытыми штормами просто охуенно организовал. Блядь, ну ты и гений. Пиздец. Вот это открытие. Когда не ебет, блядь, свет в ебало. Спать проще. Действительно. Я для себя другую штуку открыл. Что на спине, как будто бы если пересилить себя, засыпается лучше. Вам может захотеться перелечь на бок. Там на левый или на правый, на бок. Но попробуйте пересилить этот момент и остаться лежать на спине. Пока она даже, знаете, немножко не затечет. И вы поймёте, что вы провалитесь в сон и будет вообще нормально. На секции гарниров хочет обогнать время. Почему ты кладёшь... Да-да, надо просто потерпеть, привыкнуть. Да-да. Вот правильно написал Амимур. Картошку на холодную сковородку. Может даже слишком. Посмотри на меня. Мы ещё не приступали к горячим блюдам. А ты уже положила картошку, да ещё на холодную сковородку. Она получится жирной и невкусной. Да, шеф. Шеф Рамзи всё время подгоняет меня. Но с другой стороны, слишком сильно... На рак у меня раньше то же самое было. Попробуй себя перевоспитать. ...забегать вперёд тоже не нужно. Почему ты выбрасываешь её? Я подумала... Тебе это не сложно, так? Какая разница? Нет, шеф, я не хочу бегать, как лунадик по кухне и ничего не делать. Разве сейчас нужно заниматься картошкой? Нет, шеф. Работай. Внимание шефа Рамзи сосредоточено только на одной кухне. И теперь каждое блюдо под прицелом. Кто заправлял салат? Салат Цезарь не исключение. Я шеф. Очень хорошо. Спасибо, шеф. Если шеф не вернул твоё блюдо обратно, поверьте мне, это очень приятно. Ризотто прекрасное, Поло. Спасибо, шеф. Если он вернёт твоё блюдо, ты будешь кандидатом на вылет. Первые полчаса ужина. Приятного аппетита. Клиентам нравятся закуски Полы, а Джованни уже готовят... Сонный паралич ловлю, если сплю на спине. Бля, пиздец, мне кажется, ловить сонный паралич – это не совсем нормально. У меня, например, за всю жизнь ни разу не было. Вам не кажется, что это какая-то проблема? Ну, характера, так сказать, ну, медицинского. Поверь основное блюдо – курица по рецепту Бена. Джованни! Да, шеф. В этой ножке кровь. Чёрт. Мне придётся исправить курицу. Я долго держал её на огне, и она начала гореть. Там кровь внутри! У меня есть другая, шеф. Для меня это... Это проблема с неврологией. А, ну вот. Это новое блюдо, я мало о нём знаю. Мне нужно было получше расспросить его. Мне нужна курица. Одна минута, шеф. Я рад, что моё блюдо попало в меню. Надеюсь, оно понравится гостям. Но без крови! Если только Джованни его правильно приготовит. Заказ. Стол номер 20. Два мясных пирога, одна телятина, одна дори. Проблема эта у меня из-за трабл с сердцем и давлением. Блядь, так вот почему у меня ничего не было никогда из сона паралича за всю жизнь. Мясной пирог средний. Да, шеф. Андрея, что там у тебя? Ответа нет. У нас плохое настроение. Нет, нет. Мне не нравится, когда меня игнорируют. Да, шеф. Что происходит? Я не знаю, шеф. Боже правый. На секции гарниров нужно быть на 30 секунд впереди всех. Если она не следит за нашими заказами, нам конец. Иди сюда. Я не знаю, что происходит у тебя. Да, шеф. Она стоит на секции и не знает, что происходит. Скажи ей, шеф. Скажи ей. Два мясных пирога, один средний, один прожаренный телятина, одна средняя. Извините. Одна прожаренная. О, боже. Две курицы и дори. Два мясных пирога, две курицы. Два мясных пирога, две курицы, одна телятина, одна дори. Да, шеф. Один мясной пирог средний, остальные нормальные. Да, шеф. В отличие от вас, что у вас, мадам? Понятия не имею. Не имеешь? Нет. Иди сюда. Подошла? Пошла вон. Нет, мадам, сюда. Вон. Ебать. Такое унижение еще при всех уходить там. Люди сидят, типа смотрят и, блять, видят, что какого лоха выгнали. Но шоу-то снимается параллельно, все типа понимаешь, это участник шоу. Уберите камеру. Андреа. Что там? Успокойся. Он хочет только одного, чтобы ты вернулась. Ты должна бороться. Если нет, это конец. Это самый трудный, самый тяжелый, самый непредсказуемый опыт в моей жизни. У меня весь вечер ничего не получается. Никто ни с кем не разговаривает. Я не могу работать. Это невозможно. Ты хочешь остаться? Да, я хочу остаться. Я отдала слишком много сил, чтобы сейчас уйти. Вот и покажи это Гордону. Я снова вспомнила, как тяжело это было и как сильно я хочу победить. Ты должна быть сильной, вернуться обратно и... А что было? Ну она факапит дохуя, он ее бесился и выгнал, то есть и суперкратко. Стараться. Ну, выгнал, в смысле, не шоу, а выгнал с кухни. Иди. Я отдала все силы, что у меня были. Я выкладывалась каждый день и должна бороться до конца. Так, что у нас тут? Две курицы, две телятины, один мясной пирог, одна Дори. Спасибо, иди на место. Простись, Андреа. Да, шеф. Дори, лосось, телятина, мясной пирог, Роберт. Две минуты. Если вкратце, история такая. Это был лостовый курс универа, магистратуры, диплом. Часто из-за этого я уже не досыпал. А вместе с этим я еще и перерабатывал с 10, то 24, 24 в среднем. Через пару месяцев такого режима я охуел. Во-первых, я никак не мог выспаться от перегрузок, даже если на выходных спал по 12 часов. Срывался даже на самые дружелюбные обращения. Да, кстати, блядь. А на семью вообще на всех. Всех сразу ненавидел. Все веселье. И ладно, психика, у меня и физические проблемы от этого были. Да, да. Прям все узнаваемое очень сильно. Жиза, жиза, пиздец. Почему ты положил бекон в Дори? Она быстро становится хрустящей. Для чего нам бекон? Для гребешков. Тогда почему ты положил его в рыбу? А если у них аллергия на бекон? Ты можешь отправить в больницу кого-нибудь. Болела по особенному голова. Она не то чтобы болела, а как будто бы воздушный шар до предела надувала изнутри головы. Надували, понятно. И так сильно, что особенно в районе переносится. Я чувствовал, будто бы сейчас ломается до боли. Но это давление какое-то было жесткое. Вы правы. Вы правы. Конечно, я прав. Убери этот чертов бекон. Да, я ошибся, но я все равно буду первым, потому что я бык. Определяющим случаем, что со мной происходит, пиздец. Был случай, как мы с коллегами собрались заказать еду на обед. Я выбрал суп, и там была пластиковая ложка. Так я беру, набираю суп и ложку пытаюсь донести до рта и не могу. Рука просто не может удержать ложку и все расплескивается. Это пиздец. Я еще все на тебя смотрю с удивленным взглядом. Ебать, блядь. Давай, быстрее. Но это че-то, блядь, че-то лютый трэш уже. Эй, мистер Бекон! Пока Роберт исправляет ошибки с рыбой, шеф Рамзи надеется, что на мясной секции джал. И вот я осознал пиздец ситуацию и стала его фиксить. Это у меня полгода ушло, чтобы вернуть организм до более-менее сносного состояния. И год до нормального. Благо, ничего не обратимого. Ну, это, блядь. Ваня выдаст первое. Охуенно, что тебе удалось. Ну, это какой-то трэш вообще. У меня такого не было. Но многие... Многое то, о чем ты сказал, было. Да. Ну, не так ебануто. Основное блюдо вечера. Что это? Лучшее от Джованни. Бен? Да. Это как будто собака жевала. Это твое ферменное блюдо? Поговори с ним. Он совсем раскис. Убери гарнир и делай, что хочешь. Твое особое блюдо становится не таким уж особым. Спасибо этому кретину. Шевелись, Джованни. Да, шеф, но я не кретин. Повтори. Я не кретин. Ты еще злишься? Смотри на меня. Ты не такой злой, как я. Осел. Нет. Вот это да. Сейчас мне это все равно. Кретин. Я эмоциональный человек. Пусть кричит сколько угодно. Он не сломает меня. Присылаешь мне дерьмо и хочешь быть чистеньким? Еще споришь? За такие блюда тебе должно быть стыдно. Он хочет, чтобы ты взорвался. Какие мы чувствительные. Нет, шеф. Посмотри на меня. Да, шеф. Еще раз получу такое дерьмо, и ты вылетишь вон отсюда. Да, шеф. Ебать, блять, жесть. Я не буду это подавать. Да, шеф, извините. Я злился не на него, а на себя. У меня внутри все кипело, а он мне что-то говорит. Вот это хорошо приготовлено. Мне наплевать, что ты злишься. Как бы я ни называл тебя, это не лично, это работа. Первое блюдо было полное дерьмо. И работай. Да, шеф. Кретин! Бен! Да, шеф. Иди к Джованни на мясную секцию, быстро! Да, шеф. Ты делай мясные пироги, а я остальное. Теперь Бен сам готовит свою курицу, и шеф Рамзи надеется, что на этой секции все будет в порядке. Почему ты режешь курицу и кладешь обратно? Она была плохо приготовлена, шеф. Она не станет сухой теперь? Она будет сочной, шеф. О, боже. Каждый вечер шеф Рамзи находит повод, чтобы прижать меня к стенке. Из нее вытекут все соки, потому что ты разрезал ее, придурок. Теперь стой и смотри, как из нее вытекает сок. Ты это видишь? Попробуй, это вкусно? К сожалению, ты должен пробовать клиента, а не ты. Да, шеф. Ты уже напробовался? Да, шеф. Идиот. В любой день шеф может наброситься на кого-то. Последние дни это чаще был Бен, чем кто-то из нас. Разрежешь их, можешь убирать. Я надеюсь, что Рамзи армянин, потому что он слишком хороший. Да, конечно, где-нибудь у него наверняка есть армянин, Нарекс. Ты же знаешь, это... Я не буду шефа. Почему не будешь? Если я их разрежу, весь сок вытечет. Почему? Потому что... Почему? Они не будут сочными, не будут вкусными, я не буду их резать. Я понял. Прошло два часа от начала ужина. Только пять столов получили основные блюда. Они больше не могут допустить ни одной ошибки, если хотят успешно закончить обслуживание. Джованни, заправляешь? Андрея прислала гарнир. Ответа нет. Мы подаем? Шеф, еще две минуты. Гарнир уже здесь. Где командная работа? Да, шеф. Мы совсем не разговариваем друг с другом. Что там на палубе, Джо? Джованни молчит, и если говорит, то так трещит. Мне нужно два гарнира к телятине. У него язык заплетается. Я его не понимаю. Мясной пирог и телятина, прожаренная. Я могу нести рыбу? Когда будет мясной пирог? У меня уже готова рыба, а Джованни еще ничего не сделает. Все начинается сначала. Привет, Уэлли. Джованни, когда? Четыре минуты, шеф. Четыре минуты? Да. Боже мой, моя рыба остынет, и мне придется греть ее еще раз и еще раз. Я подаю телятину, филе и курицу. А твоя команда, они готовы? Вы готовы, ребята? А ты? Работайте, ка... А и смешно, во время одного из сонных параличей я испытывал такие жуткие чувства во сне, что на полном серьезе пытался во сне засунуть руку в рот, чтобы вызвать рвотный рефлекс, и проснулся, к счастью, у меня не получилось. Пиздец. Команды, Джованни! Да, шеф. Джованни, Роберт и Андреа, идите сюда. Вы трое ни к черту не годитесь. Тебе наплевать, ты отстал, а ты ничего не знаешь. Вы можете работать командой. Да, шеф. Два мясных пирога, один прожаренный. Быстро! Что с пирогами? Они уже готовы. Почему у тебя сковородка горячая? Роберт, иди к врачу. О, боже. Какой придурок, Джованни поставил раскален... Всю жизнь спал на животе. Ты знал, что на животе вообще ни в коем случае спать нельзя? Это максимально хуёвые позы, блядь, для сна. Но в последнее время стало сложнее. Чувствую собственное сердцебиение, и это меня чертовски напрягает. Та же проблема, когда пытаюсь спать на спине и кладу руки на грудь. ...сковородку в холодильник, и никому не сказал. Я схватился за неё. Там уже волдыри. Это ожог второй степени, на пальцах и на ладони. Горячая сковородка была в холодильнике? В холодильнике. Эй ты, почему горячая сковородка стоит в холодильнике? Я пытался остудить её, шеф, это моя вина. Я чувствовал себя ужасно. Он обжёгся из-за меня. Я не дал ему тарелку. Роберт, извини. Вот так мы и работаем. Одни провалы. Какие травмировал чувака. Мы должны работать, как часы. Просто ожог второй степени на руке, это полный трэш. Потому что, вот, я недавно только ставил себе ожог на пальцах. Он был вообще, ну, хуйня, короче. Но даже он, блядь, ебать дискомфорт мне, на самом деле, приводил. Потому что я, ну, моторик рук, я постоянно там мышку держу или ещё чё-то. И это неприятно. Это просто триггерит постоянно. А если получить ожог второй степени, это вообще пиздец. Одно блюдо. Это при том, что у меня был даже ожог не первой степени. Просто хуйня такая. Ну, вы поняли. Прижог, типа, был у меня. Больше. Вот. Готово, второй, нет. Одна станция подвисла. У тебя сковородка горит. Потом подвисает другая. Это снежный ком. Погаси пламя. Первый ужин чёрной команды. Он был кошмарным. Всё тоже дерьмо. Как остальные заказы? Это лучшая шестёрка. Будь я проклят. Пошли вы все. Ужин завершился катастрофой. И шеф Рамзи начинает сомневаться в своей шестёрке финалистов. Я недоволен. Я думал, что этот вечер пройдёт безупречно. А это был чистый кошмар. Это всё, на что вы способны? Нет, шеф. Андреа. Кошмар. Роберт. Посредственно. Джованни. Ты совсем не соображаешь. Здесь пусто. Пола. Да, шеф. Уверенно и ровно на закусках. Поэтому ты сейчас поднимаешься наверх и называешь мне имена двух идиотов на отчисления. Ой, блядь. Ну это, короче, баба должна быть. И либо Бен... Идите. Либо этот итальянец, Марио. Бен хоть сегодня и сделал, типа, выиграл... Выиграл... Ну ты тут... Соревнование? Но он потом зафейл свое блюдо полностью. То есть... Блядь, он не смог его нормально готовить, блядь. Постоянно факапил с тем же блюдом, с которым он победил. Слушай, я этого не хотел. Я извинился перед ним. Он обжёг руку из-за моей глупости, но это была честная ошибка. Я не хотел подвести никого из моей команды. Серёга, как ты думаешь, ты бы сорвался на Рамзи, если бы участвовал в адской кухне? Я Рамзи орал бы на тебя. Ой... Ну... Как бы сказать... Ну вот в рамках шоу я, наверное, бы ничего не стал говорить. Это просто не имело смысла. Ну то есть буквально не имело смысла. То есть... Ну хорошо, я бы его изи мог назвать. Ты долбоёб, блядь, что ты нахуй орёшь на меня, еблан. Но просто какой смысл от этого? Он такой человек, что ему вообще... То есть, ну как бы, здесь это бессмысленно абсолютно. Тем более я участник шоу, и меня типа пытаются чему-то научить, и... Раскалённая сковородка стоит в холодильнике. Как бы де-факто, тем более я сам на это подписался. То есть потом странно бы, если бы я выёбывался. Я только отвернулся, и ты схватил её. Может, у тебя неудачный день? Может, ты забегался? Мне всё равно. Ты сделал большую глупость. Кто ставит горячую сковородку в холодильник? Вот в чём вопрос, Джованни. Я уже извинился, мне очень жаль. Сегодня был очень неудачный вечер. Мы все хвастаем, а потом приходит вечер, и ничего. Стыдно даже думать о том, как мы сегодня работали. На кухне было шесть профессионалов, но у нас ничего не получилось. Если вам нужен лидер, ребята, я могу быть настоящим зверем на кухне. Джованни, ты сегодня работал как Лэйси. Ебать, она... Это как его узды правления, блядь, забирает. Ни ты, ни Андрея не знали, что происходит на ваших секциях. Роберт, ты тоже был не на высоте сегодня. Чисто, блядь, затащила на закусках, и уже просто, блядь, мама здесь, блядь. Королева закусок, блядь, повинуйтесь смерти. У каждого сегодня был шанс, мы должны были показать себя лично. Выбирать нужно из троих человек, и двое из них будут кандидатами на отчисления. Ну и денек. Пола? Да, шеф. Первый кандидат. Джованни, шеф. Ожидаемо. Почему? Это решение основано на сегодняшнем вечере, хотя и на конкурсах он выступал неважно. Сейчас он совсем растерялся. Надо дропать девку. Второе имя, почему? Второй кандидат... Андрея, шеф. Да, согласен. Почему? Она работает с желанием, но не умеет общаться во время работы. Похуй, блядь, Джованни или Бен, поебать. По-любому Андрея, а Джованни или Бен, похуй, там, одно и то же, практически. Андрея, Джованни... Поступила информация, что стример Хелл Еплей, также известный как Дед, не является греком. Исследования родословные показали, что Сергей Береков потомственный армянин. Идите сюда. Я не выделен. О, боже. Андрея, почему ты должна остаться на адской кухне? Я достойна этого, потому что я отдала все силы и конкурсам, и наказаниям. Я всегда возвращаюсь и не позволю этому вечеру сломить тебя. Сегодня ты отдала все силы? На какой кухне ты была? Джованни, почему ты должен остаться на адской кухне? Сегодня я выступал очень плохо. Я не знаю, что случилось. На самом деле, я намного лучше. Я не должен был спорить с вами, но я так старался работать лучше и выдавать блюда. Но Андрея, скорее всего, дропается. Потому что этот нафакапил, но он хотя бы что-то делает, а она вообще была в никудышку. Андрея, что у вас? Понятия не имею. Понятия не имеешь? Да, шеф. Иди сюда. Пошла вон. Повтори. Я не кретин, шеф. Ты разозлился? Смотри мне в глаза! Ты не такой злой, как я! Все очень плохо. Не только эти двое работали сегодня плохо, Роберт. Че, блядь? Сегодня покинет адскую кухню. Да ладно, Бен, что ли, блядь? По очень веским причинам. Джованни. А, Джованни, все. Дай мне свою куртку и покинь адскую кухню. Блядь, ну на самом деле я удивлен, что Андре, блядь, Андрея вообще нихуя не делать. То есть она каким-то... Блядь, она сама, мне кажется, в ахуе, что она... Что, блядь, она не вылетает. Она просто такая... Просто другие факапят, но они при этом, типа, и делают, так сказать, свершение. А она... Нихуя! Вообще! Спасибо. Извини, старина. Удержание бомжа в лобе, блядь. Прекрасно. Очень хорошо. 13 из 15. Отличная работа. Джованни. Да, шеф. Иди к девушкам. Да, шеф. У вас будет очень сильный повар. Я хотел участвовать в конкурсе, и у меня это получилось. Джованни доволен? Да, шеф, я надеюсь на победу. Мне нравится это настроение. Я многому научился, здесь было интересно. У всех красивые волосы, кроме Джио. Я рад, что они вообще есть. Я работал с отличными ребятами. Молодец. У каждого из них я чему-то научился. Я буду идти вперед. Конечно, я хотел победить, не буду отпираться. Я думал, что смогу работать намного лучше. Я очень старался, но этого было мало. Все просто. Мадам. Да, шеф. Я еще не закончил. Простите, шеф. Ты решила иначе? Нет, шеф. Мне нравится, что ты все знаешь наперед и считаешь себя умнее всех. Бля, ебать, сейчас нахуй ее вгоняешь? Мадам, идите на место. Да, шеф. Ну, он ее прям, да. Вот он, он прям, да. Он как будто бы этим сказал. Если бы Джованни не поставил горячую сковородку в холодильник, тебе была бы пизда. Блядь, он как будто бы так сказал. У вас осталось пятеро. Мне бы хотелось думать, что я избавился от всех слабых поваров. Сегодняшний вечер показал, что в этой динамичной команде есть слабые места. Подумайте об этом. И идите наверх. Я чувствовала себя полной идиоткой. Но все равно я рада, что осталось. Теперь или все, или ничего. Иногда мне кажется, что бы я ни делала, все будет не так. Я приближаюсь к главному призу. Джованни ушел. Хорошо, что Андре осталось там. Всем повезло, что Джованни ушел домой сегодня. Этот болтун... После такого трудного вечера всем хотелось как следует выспаться. Но шеф Рамзи еще не закончил. Нихуя? Да. Слушайте меня внимательно. Вы должны немедленно спуститься в обеденный зал. Если я говорю немедленно, это значит немедленно. Хорошо, ребята, быстро идем вниз. Рамзи сказал. Бен сказал, что нам нужно срочно спуститься вниз. Шеф хочет видеть нас. Быстрей! Ебать, походу сейчас нахуй кого-то еще выгонят, что ли? Интересно, что еще? Тебе не кажется, что это самая слабая шестерка финалистов за все прошлые сезоны? Да, это правда слабая очень шестерка. И к тому же нет ярких интересных личностей вдобавок. Что случилось? Все какие-то проходняры, блять. Хоть в других сезонах и были совсем долбоебы, но они хотя бы были интересны как личности. А здесь и не поваров нет шедевральных, да и личностей пиздатых тоже. Просто челики. Последний час я сидел у себя в кабинете и думал. Что-то не сходится. Как может финальная шестерка быть с таким дерьмом? Я пригласил вас сюда. Пока, Андрея, блять. Потому что по результатам этого вечера я сделаю то, чего не делал никогда. Я закрываю адскую кухню. Это вообще что-то с другой оперы. Это вообще что-то совсем другая опера. Я думал, что он сейчас такой скажет, блять, я сидел, короче, час. Я не могу, блять, чтобы в этой шестерке был кусок говна. Поэтому мне похуй, короче. И сегодня так же уйдет вот этот вот человек. Продолжение следует...